Эдуард Абзалимов, Денис Шафиков, Геннадий Ковалев. Этот список из имен заслуженных миасских боксеров можно еще продолжать очень долго. Наш город известен во всей стране не только как машиностроительный центр, но и как настоящая кузница боксеров. Все благодаря профессиональному тренерскому составу и трудолюбивым спортсменам. Совсем недавно на миасском спортивном горизонте зажглась еще одна звезда мирового уровня. Воспитанник тренера Юрия Кондратьева Константин Пономарев занял звание интерконтинентального чемпиона мира среди молодежи по боксу по версии WBC. Вчера молодой спортсмен провел встречу со своими миасскими болельщиками. В зале собрались не только друзья и те, кто следит за спортивным путем Кости, но и ребята, которые совсем недавно пришли на свою первую в жизни тренировку. Когда-то такие же первые и робкие шаги на ринг делал и сам герой этой встречи. Он пришел к своему первому тренеру Юрию Федоровичу Кондратьеву в возрасте 7 лет, чтобы защищать слабых и защищаться самому. Усердие и трудолюбие – вот те качества, благодаря которым спортсмен и добился таких высоких побед. Самые первые тренировки Константин Пономарев проявлял особый интерес к этому виду спорта, рассказал тренер. А свою карьеру профессионального боксера он начал в 2009 году. Громкие победы не заставили себя долго ждать. Сегодня он носит звание интерконтинентального чемпиона мира по боксу среди молодежи по версии WBC. А два последних месяца Константин тренировался в Соединенных Штатах. Мы сборами прошли заранее. Я очень много научился нового. Увидел, как живут в Америке, как живут и тренируются спортсмены там. Был впечатлением. После того, как я закончил сбор в Чикаго, мы поехали в Лос-Анджелес, в Фредди Роучу, где тренируется Мэнни Покеал. Это один из крупнейших и самых сильных залов вообще в мире. Мэнский бокс известен и далеко за пределами нашей Родины, говорит Костя. Наша школа имеет славные традиции гордиться своими тренерами и воспитанниками. Особую роль в этом играет всесторонняя поддержка администрации, отметил спортсмен. Та культура, которая воспитывалась десятилетиями, культура бокса, мэнского бокса. Она работоспособна, она результативна, тренера первоклассные, а результаты, дипломы и финиш, те победы мировые. После рассказа о своих тренировках в США и демонстрации видео с ключевых боев, Костя ответил на вопросы из зала и раздал автографы. Впереди у него еще один ответственный бой с аргентинцем Луисом Алехандром Орена в Челябинске на ледовой арене «Трактор» 3 марта. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа «24 мяс».